В Иране разбился украинский Boeing 737, у пассажиров не было шансов выжить. Авиакатастрофа, стоившая жизни 176 человек, произошла в среду утром в иранской столице. Самолет международных авиалиний Украины выполнял рейс Тегеран-Киев. Он вылетел из Тегеранского международного аэропорта в 6 часов 10 минут утра по местному времени и через несколько минут исчез с радаров. В Иране, через несколько минут после взлета, упал украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились порядка 167 человек. Еще 9 человек — члены экипажа. Сообщается, что ЧП произошло у международного аэропорта имени Имама Хамини. Информацию о падении самолета иранские службы подтвердили посольству России в Тегеране. Ведомство выяснило, что в списках пассажиров на борту разбившегося лайнера граждане России не значились. Мы объявляем глубочайшее соболезнование родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии. Говорится в сообщении посольства РФ в Иране. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета. По предварительным результатам расследования причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стали технические неполадки. Неполадки, связанные с возгоранием двигателя, сообщило иранское информагентство Вайрна со ссылкой на представителя аэропорта. Более точные результаты будут получены после расшифровки данных двух черных ящиков, которые к настоящему моменту уже найдены. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своем твиттере информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране. Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе. Иран – 82 человека. Канада – 63 человека. Украина – 2 человека и 9 человек члены экипажа. Швеция – 10 человек. Афганистан – 4 человека. ФРГ – 3 человека. Великобритания – 3 человека. Такие данные написал министр. Он выразил соболезнования по поводу произошедшего и подчеркнул, что власти Украины продолжают расследование. На месте происшествия работают группы спасателей и бригады скорой помощи. Однако представители организации «Красный полумесяц» заявили, что опознать кого-либо из погибших не представляется возможным из-за пожара на борту. Идентификация жертв катастрофы будет проводиться позже, по результатам исследований и сравнения данных ДНК-тестов. В настоящий момент, из-за нападениям Ирана на базы воскресения США в Ираке, и вероятностью ответных действий со стороны Америки. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям Российской Федерации не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности. Федеральное управление гражданской авиации США вслед за Россией выпустило постановление о запрете полетов над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.